Книга «Открытым оком», 2-й том, вопрос 841, тема покаяния. «Как совмещать любовь к людям и видение в них и в себе греховности и низости поступков и наклонностей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Баптисты и другие сектанты придумали концепцию разделенности человека от его дел. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Но грех – это не отвлеченное понятие, витающее в каких-то сферах. Он совмещается с личностью падшего ангела и человека. Бог любит не просто так всех подряд, но любит свое подобие, ибо Он есть святой, непричастный злу. Он есть премудрость. Премудрости Соломона, 7, 28. «Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью». Серахова, 12, 6. «Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему, ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщение». Псалом, 5, 6, 7. «Нечестивые не пребудут перед очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь». Если же мы действительно являемся детьми Божиими, исполненными Духа Святого, тогда, филиппийцам 2, 5, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Некоторые настолько влюблены в свою «доброту» в кавычках, что начинают жалеть дьявола с попыткой спасти его, то есть ставят себе программу любви, превышающей Божью любовь. «И это есть тоже сумасшествие эгоизма, надуманной самосвятости. Нам заповедано бороться с дьяволом и побеждать его. Это прямое повеление Иисуса. Не приближаться к нему, но избавляться от него, ибо он есть родоначальник и источник зла». Псалом, 96, 10. «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». Исайя, 61, 8. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». Амоса, 5, 15. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». «Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». Захарий, 8, 17. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. «И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», говорит Господь. Матфея, 6, 24. «Никто не может служить дом господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне». Любовь к падшим людям заключается только в благовестии к ним и в оказании добра, то есть не дать им умереть с голода, ожидая их покаяния. И любить их мы не можем, доколе они во вражде с Богом.